Добрый день, друзья! И давайте посмотрим на демку и криво Witching Stone. Выбираем персонажа. Гвен. Керри Двен. Или Айрфен. Но Одна в демке недоступна. Этот персонаж не разблокирован. Поэтому начнем с Гвен. Стартовое заклинание у него два. А одно носит четыре урона. Второе дает нам два щита. Искорка и водный щит. Поехали! Так, когда мы коснемся боевого столкновения, начнется битва. Мы можем посмотреть, что за битва легкая, средняя, тяжелая. Наша цель стать достаточно сильным, чтобы победить босса и перейти в следующий акт. Другие события на картах. Это различные апгрейды. Мы остаемся сильными между битвами. А перед битвами со сложными сражениями. Заклинания, бейджи, благословения, магазин, отдых. В магазинах понадобятся желуди. Мы получаем по одному желудю от каждой битвы. Поданим и здесь. Там у нас сундучочек есть. Пойдем наверх. Так, в битве. Единственное наше прямодействие, это мы вытягиваем часть камней. И нажимаем Гоу. Так, 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 так. То есть мы рисуем заклинания. Наш путь может проходить сквозь соседние клетки. Выводная ограничена нашей маной. Мана восполняется после каждого раунда. Чтобы искать заклинания, наш путь должен лежать через каждый камень впоследствии. Необязательно нажимать именно по порядку. Но должен быть сидим и длинный по порядку слева направо. Удачи. Давайте посмотрим. Ну что, 4 урона несем, 2 защиты. Гоу. Намерение врагов. Статус над врагами показывает их намерение на этот ход. Их ход идет после нашего. И они разыгрывают слева направо. Это поможет нам выбрать наш выбор. Нашему хотим. У них множество различных действий, скучая наложение статусных эффектов на меня, на мою статусную доску и заклинания. Можно навести курсор на их намерение для большей информации. Нанесет 1 урона, а ты отравишь. Будем получать 1 урона в конце хода, игнорируя защиту. Ох ты ж неприятный какой. Ладно. На вторую защиту мы сейчас взять не можем. Вот, давайте возьмем. Нет, не дотягиваемся. К сожалению. Не дотягиваемся. Не дотягиваемся. Так, ну как к нам подходящее заклинание. А, у нас есть защита. Это не то, что нам надо. Хотя, вот атака на 4 есть. Так, шляпка. Наносит яичку урона. Выстокость. Ее цели с наименьшим здоровьем. Либо можем взять тебя. Накадывает шипы. Когда мы получаем урон, возвращаем 1 урон. В ничку урона атакующему. Теряется в начале хода. Давай тебя возьмем. Будем в модной шляпке. В своей книге заклинаний можно перетягивать бейджи на заклинания, чтобы добавить эффекты. Экспериментируйте и добавляйте новые способности. Бейджи мощные. Но могут часто быть палкой о двух концах. Поэтому убедитесь, что вы настроили все так, как вас устраивает. Чтобы предотвратить путаницу, в некоторых бейджах есть ограничения. Они подходят только к определенным заклинаниям. Иногда в большое выводительное значение веет порядок бейджей. Они разыгрывают слева направо. Понятно. Ну, давай мы... Оп. Например. И давай от тебя пойдем. Победа! второй желудь есть магазинчик но за три желудя у вас на три желудя вы бы пораньше предупреждали ладно, я к вам попозже загляну можем отдохнуть давайте справа попробуем пройти сюда их много, но со свином мы разделаемся и нам нужна защита, да? так, это замороженный так, ну тут нам уже не защитится так, ну тут нам нужна готово, вот теперь у нас есть три желудя так, в начале биты получаем две дополнительных маны получим максимум здоровья либо максимум маны на два получим максимум маны сюда пока тяжело пойдем сюда что у нас, новое заклинание есть и бейджи так, на такую же заклинание может положить кинжальчик который уносит единичку урона там бриллиант на 25% больше урона и все значения все значения плюс один но нельзя передавать другие камни в последовательные заклинания подносить минус два урона но бить всех на минус два как-то тебя и тебя если взять это будет минус один урон но бьет всех мы можем взять землетрясение либо усиление атаки так, ну два землетрясения возьмем это конечно не бейдж но позволяет бить здесь у нас там три врага каждому из них по 5 урона я думаю может быть неплохо так рибий шип треурод накладывает охлаждение его атака уменьшается на единичку на ход и бьет дальнюю цель или взять тебя раз за битву нанести 9 урона 9 урона неплохо доведем тебя так, ну вас два в принципе по тебе ударить сразу на 9 это неплохо оп, 9 урона тебе нанесли теперь будет очутиться а мы не можем потому что нам не хватает немножко 5 ну ладно, получим два урона пусть будет так окей, слушай, защитились неплохо 3 урона ему можно навести новым нашим заклинаниям успешно опробовали так, накладывать уязвимость или заменять камни на доске ну, является концом пути давай а, надо заменять тогда не хочу назад пойдем сюда позже пока пошли сюда попробуем здесь с вами справиться так, по-хорошему разыграть землетрясение, да? о, 6 землетрясения мы можем разыграть землетрясение и щит пусть мыдничку урона от тебя ну, ничего ну, на случай борьбы с тобой у нас есть фаербласт так, можем ищуть вместимость книги заклинания на единичку у нас, как раз, есть заклинание, которое нам не влазит можем восстанавливать на одну ману больше или в начале боя получить две маны дополнительно наверное, неплохо было бы увеличить общую книгу заклинаний либо восполнить дополнительную ману так, ты собираешься призываясь на эту ману больше разыграть впереди пчел пчел, да? ну, нам надо разыграть вот так вот так вот так вот так вот так меняет последовательность заклинания это добавляет два желтых камня да... вот так от этого и так Мы можем взять еще два щита, но в этом пока необходимости нет. Давайте разыграем пока так, расправимся с пчелами, а нам надо будет в дальнейшем что-то играть, поэтому наверное есть смысл сделать так, чтобы убрать. Вот так. У нас есть еще три желудя, а помимо этого новый бейдж. Можем указывать тенечку силы. Или так, чтобы все значения были выше на единичку. Ну давай тебя. Если мы поставим тебя, то три плюс два за врага добавляешь. Максимум пять врагов, да? Это кажется мощнее уже, но и собрать ее будет сложнее. Ну давай, пока так, пойдем сейчас в магазин. Посмотрим что-нибудь из бейджа. Можем вот атаку еще на единичку увеличить. Призма с нашим бейджем плохо сочетается. Сюда нельзя, потому что у меня такое. Попробуем. Попробуем собирать такую последовательность. Конечно, ее собирать будет непросто. Давайте попробуем. Перед походом к боссу отдохнем. Так, накладывается кула на заклинание. Не страшно. Так, можем девять урона. Здесь мы всего лишь шесть урона наносим. Задкулидную последовательность, наверное, не самая интересная. А вот девять урона? Наверно, да. И еще пять. Вот так, поехали. Мы представим. Так, поехали. Here we go. Ура. Увеличится на 5, мы ему 6 урона нанесли. Не, мы его не соберем, 5 урона собрать можем. Желтый камешек слишком далеко. А он снова будет лечиться. У нас загадание может из 6 стоит, поэтому пока это загадание мы скастовать не сможем. Можем потратить, чтобы избавиться от лишних. Можем потратить, чтобы избавиться от лишних. Можем потратить, чтобы избавиться от лишних. На этом демо версии игры Witch and Stone подходит к концу. Полная версия игры должна выйти в конце 2024 года. Если игра вам понравилась, добавьте ее в список желаемого. Большое спасибо за просмотр и увидимся.